Горячая пора выпускных экзаменов позади. Теперь можно увидеть и подвести итоги работы в учебном году. Главные показатели знаний – это оценки, результаты ЕГЭ, количество медалистов, победителей Олимпиад. Улучшение по всем параметрам налицо. Количество выпускников, получивших по итогам 90 и более баллов в округе 536 – это на 11 выпускников больше, чем в прошлом году. 100 бальников – 37 человек на 8 учеников больше, чем в прошлом году. И мульти-100 бальник – один ребенок, один выпускник из Лесногородской школы. На 45 медалистов больше, чем в прошлом году. Пять ребят стали победителями и призерами заключительного этапа Всероссийской Олимпиады школьников. Они получили призовые выплаты из бюджета Московской области. Еще одним достижением года стал проект главы округа «Школа будущего». Теперь основная задача – притворить его в жизнь. Нам обязательно с вами нужно двигаться по нашему проекту «Школа будущего». Ту большую часть, колоссальную работу, которую мы провели с нашими директорами учебных заведений, с управлением образованием и с ребятами, которые активно вовлеклись, эту работу нужно уже начинать реализовывать. Чтобы она из большой системной презентации постепенно превращалась в реальные конкретные дела, проекты. Качественное образование невозможно получить без предоставления максимально комфортных условий. А это хорошие школы и детские сады. Так открытые в этом году дошкольные учреждения в Кубинке и в Гусарской балладе станут частью образовательных комплексов. Главная цель создания образовательных комплексов – это на раннем этапе, на уровне дошкольного образования формировать те или иные интересы, профили у детей, чтобы в дальнейшем, начиная с начальной школы, проводить предпрофильное уже определение и в дальнейшем обучение наших детей. Несмотря на хорошие результаты в сфере образования, нам есть куда стремиться, чтобы в будущем стать лидерами в Подмосковье, уверен глава муниципалитета.